У меня других денег нет, только старые, конечно. Ну, тогда не получится. Ого! Три, четыре, у меня. Ничего себе. Вот. Ну как, в банке такие деньги не сдают. Как это не сдают? У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. У какой банк у вас не принимает? Кто у нас? А счет? А счет банк не принимает? Это же национальный. Не принимает. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ситуация в нашей стране и мире неоднозначная. Но мне бы хотелось, чтобы у вас было хорошее настроение. И вы немножко отвлеклись от всей этой ситуации. И поэтому я смонтировал для вас этот ролик, который записал немного раньше до всей этой ситуации. Поэтому в этом видео мы будем платить тысячи гривен. Да, это тысяча гривен нового образца. Но платить будем мы не этой купюрой. Кстати, видео на канале у меня уже есть, как я платил такой банкнотой. Ну и не такими банкнотками, которые я показывал у себя в сообществе. Это тысяча гривен, но не совсем оригинальный. Чем же мы будем платить, спросите вы. Посмотрите, какая замечательная, интересная шкатулка. Довольно старинная. Штемпель. Это мой друг, талисман канала. Передал мне замечательный ключик. Смотрите, какой довольно старинный. И мы посмотрим сейчас, что там. Есть. Партнер этого видео – интернет-магазин BestCoins, в котором вы сможете найти широкий ассортимент иностранных монет. На сайте представлены как обиходные, так и юбилейные монеты почти всех стран мира. Ассортимент магазина очень разноплановый и регулярно пополняется. Вы сможете встретить те монеты, которые просто не представлены в других магазинах. По моему личному промокоду ALEKS2020 скидка на первую покупку 10%. Ссылка на магазин будет в описании. Эканизм работает. Ну что, это банкноты старого образца 92-го года. Посмотрите, какие банкноты. Ну, есть немножко поновее, но все равно это банкноты, которые уже не встретят. На сдачу вам их никто нигде не даст. И мы будем платить этими банкнотами на улицах города. Ну что ж, давайте посчитаем, сколько у нас тут есть. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900, по 100 гривен, гляньте. Раньше можно было на вот такие вот деньги, сколько у нас был курс? 7, за 700 гривен поменять на 100 долларов. Именно вот этими банкнотами. 900, 950, гляньте какие. 20-ка. Помните такие банкноты? 70. Дальше у нас 80, 90. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итого у нас 1000 гривен. Ну что, готовы платить? И давайте проведем розыгрыш. Одну из этих банкнот мы разыграем на канале. Подробности будут в описании к видео. Вот такую банкноту 100 гривен получит один из тех, кто смотрит это видео. Ну что ж, давайте смотреть. Поехали. Нет, у нас такие не принимаются. У нас такие не принимаются. Чего? У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. Какую банку у вас не принимают? Это у нас. Ощад. Ощад банк не принимает. Кто принимает? Это же национальный. Не принимает. Как так? Уже проверяли, оставили себе на память. Доложили свои деньги. Ощадный банк не принимает. Ощадный банк не принимает. Такие, а такие принимают? Нет. Старые, они не принимают. Ощадный банк же принимают. У меня только такие. — Извините, нет. — Алло, Алексей, это Светлана, поддержка Монобанк. Ранее с вами общались, узнавали по поводу банкноты 96-го года и 2003-го, правильно? — Да, да. — Светлана уточнила информацию. Дело в том, что сейчас НБУ установила требование, что эти банкноты будут в обращении без ограничения сроков, то есть до полного их исключения. — Ага, то есть их могут обязательно принимать, правильно я понял? — Ну, пока что должны, да, принимать. Вот эти банкноты, они могут находиться в обращении без ограничения сроков, то есть до полного их исчезтия. — Спасибо. — Да, если что, всего доброго. — До свидания. — Да, до свидания, хорошего дня. — Ну, вам тоже. — Какая у меня такая старая? — Ух ты. А дайте мне одну гривну, пожалуйста. — Гривну, да, у меня есть еще. Вот такая тоже. — Прикольно. — Ничего себе? — Вообще замечательно. Где вы их взяли? — Да, лежали и лежали. — Я с удовольствием возьму, даже если они уже не ходят. — В коллекцию? — Спасибо вам большое. Будут еще приносить еще. — Хорошо. — Окей. — Такой возьмете? — Да, других нет. — Приезд. — А мне довольны. У них лет 5 надо будет, да? — Не знаю. — А что это? — Да 100 гривен. Ну, наши самые первые. — Они же сейчас не ходят. — А что они ходят? А куда их девать? — А я же не знаю. — Так на 100 гривен написано. — Валюта настоящая. — Ну, я их давно уже не видела. Они не ходят. — Просто их заменяют на новые. — Ну, понятно. Но у меня же такие не приводятся. — Что? — Это же... — Ммм... — 100 гривен. — Я не знаю, какие-то что-то. — Ну, ничего. — Ну, их разные дизайны были. — Ну, да. Я первый раз вижу такую вообще судьбу. Она вообще как-то где-то светилась, фигурировала. Показывали бы телевизор. Не знаю. Может, не будет другой? — Другой? — Ну, это было бы замечательно. Спасибо большое. — Не хочу вставать, идти, чтобы смотрели там. Это правда-неправда. Это... Извините за неудобство. Спасибо. Приходите еще. — Немножко не супер новое. — Да-да. Я не знаю, просто могу ее принять. — Ну, нет. — Да, что, их никто же... Ну, не отменял. — Ну, сейчас, подождите. — Давайте. — Ну, главное, чтобы настоящее. — Проверьте там. — Так, да. — Ничего от этого нет. Водяных знаков тоже нет. — Как там нету? — Вот я смотрю. — Еще не просветится. — Она светится только тем шеей. — Все хорошо, давайте. — Вы ее гуглите, что ли? — Ну, конечно, что мне делать. Здравствуйте. Гугл сказал, что 92-го года Вадим Гейтман. — Да? — Все? — Да. — Спасибо. — Они шо, еще ходят эти деньги? — Тот, шо, их никто не отменял. Может, проще с поновее, конечно, есть. — Вы меня извините, я имею право не брать такие деньги. — Чего? — Ну, не право. — А вот, а сегодня возьмете? — А где вы их взяли, вы все? — Да, думаю, мы лежали в копилке. — Ну, нет, ванг идите, вы что-то не любите, уже все деньги нового образца и все, и все. — Здрасте. — Здравствуйте. — Скажите, пожалуйста, а можно, да, выбрать какой-то подарок? — Конечно. Выбирайте, проходите. — Скажите, пожалуйста, а вот такие, принимайте деньги? — Ну, это купюры старого образца, в принципе, да, почему нет. Можете выбрать любой подарок и расплатиться такими деньгами. — О, супер, отлично, спасибо. — Пожалуйста. — Это все замечательно, но мне нужны новые купюры. — А чего? — Я их в банк не сдам. — Касаться мне не примет такие купюры. — А они, касаться, не принимают такое? — Такое нет. — А чего? — А их отменили уже, гривны? — Уже давно уже другие. — Такие рваные и так дальше, она будет свои деньги платить. — У нас не возьмут, вы должны в банк прийти, чтобы вам их поменять. — Только так. — Ну, ладно. Так, решил купить что-то покрупнее и подороже. Давайте посмотрим. — 293. — Держите, вам так, 420 дороже будет. — Пошел какой вообще. — Ну, шоуточки. — Не видела, не знаю. — Что наши украинские? — Нет. — А че? — Ну, администратором позовете уже. — Ну, администратор, не позовете? — Нет. — Ну, у меня только такие. Есть еще, ну, полтинник есть такой. — Нет. — Где он побежит, сейчас менять уже? — Прости. — Что-то гривни не хотят принимать. — Ну, это нормальные сотни, которые еще не... — Ну, что? — Старого образца еще 100 гривен, которые еще не выполняют. — Ну, а тут сковородку не могу купить. — Ну, что, давайте поэкспериментируем. Попьем кофе на базаре. Сейчас посмотрим на реакцию. — Да, да. — Ага, скажи так. — Ага, скажи так. — А, нет? — Давай, Ваши, давай. — 50, 50, 50, 50, никогда не сдать. — Это мой, а? — Давай, Ваши, Ваши, Ваши. — Ой, не, 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 Ваши такой. — Ай, ай, ай. — А, такой? — Вот такой? — Да. — Вот такой? — На. — Я такое не делаю. — Где вы деньги? — Нычки в бабки собрали где-то. — Да? — Еще надо как-то. — Сука, 33. — Вот еще 34. — Нет, я их не возьму, я бы честно говорю. — Что же гроши, а как-то? — Ну, гроши можно не для банка, но я же не банк. — Ага. — Ага. — А где же тратить? — Ну, банк, идите поменяйте, вам все поменяют. — Как это же платежное средство действующее? — Так это шли банк. — А при чем тут банк, это действующее платежное средство? — Нет, так я дам девушке, девушка с карташой. — Ну, сдачу вы не можете давать их, на прием вы обязаны. — Нет, я не обязана, потому что они банки. — Нет, 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 мы такие не возьмем. — А почему? — Ну, а чем можете аргументировать? — Ну, как, в банке такие деньги не сдают. — Как это не сдают? — Пакет маленький? — Нет, нет. — И мушек? — Да. — А что-то у вас за такие денежки интересные. — Ну, 50 июня. — Ну, что вы такие? — Давайте. — Саша, Саша! — А какие можно брать? — Ну, нормально деньги, все? — Ничего нет. — Главное, чтобы настоящие были. — Ну, что мандарины я купил, а вот в аптеку сходить с такими деньгами не получится, у вас просто-напросто их не возьмут. По крайней мере, у меня не взяли, сказали, что банк у них не берет. — Чего? — У нас не принимает банк. — Не принимает банк? — Да. — А какой банк у вас не принимает? — Кто у нас? — А счет. — А счет банк не принимает? — Да. — Не принимает. — Ну что, давайте дальше. — Бежит 100. — 100. — 100. — 100. — 1. — 2. — Ого. — 3. — 4. — Ничего себе. — Вот тут так и. — Ого. — Вот такие. — Да. — С 3. — 6. — Ого. — Вот это раритет. — Это вообще свежак, мне кажется. — 3. — 4. — 4. — 4. — Пойдут вам в коллекцию или? — Да нет, просто что никто знает об конечном. — Да. — А ну-ка, скажите мне, у меня если деньги не сильно последнего образца, ничего страшного? — В смысле какого? — Ну, украинские вот такие сотни, они не везде берут. — Нет, я тоже нет. — Нет, без понятия. Я так первый раз вообще. — Какого года рождения вы наверное не застали? — 99-го. — А, 99-го. — Да. — А не 92-го. Наверное, вы их не видели, да? — Я больше первый раз вижу. — А гривны такие видели? — А гривны видели? — Оооо. — Такими гривными можно заплатить? — Такими не получится? — Ну конечно нет. — Да ёлки бабки. — Ну блин. — Ничего не как, правда. — Просто не сильно последний дизайн. — Где-то были. — А, вот. — Вот такие 50. — Ну кто лежат, думаю, надо потратить пока. — Но у нас такие не ходят. — Чего не ходят? — Гривни настоящие. Можете проверить, я не знаю где. — Карта у вас и будет там? — Да нет, только налички надо. — Столько денег взял с собой надо тратить. — Магдонцы приняли. — Хорошо. А двадцатку возьмете хотя бы вот такую вот старую? — Чуть. — И десятку вот такую. — И старых валют в колесе. — Никак купить не получится? — Да ладно, да отбой. Пойду поменяю, иди в другом месте. — Сколько? — У нас 100. — А вот так вот, если вам забачу 100? — У нас 100. — Я таких не видела уже лет 20. — Ну недавно не ходили. — У меня других денег нет. — Нету? — Только старые, конечно. — Ну тогда не получится. — Не получится мне подать ничего? — Я бы манго попил. — Я бы вам просто их поменять. Я собираюсь. — Всяпку вам? — Просто поменять? — Ну хорошо. Я вам просто поменяю по номиналу. — Спасибо. — Ну вы лежали. — Чего? — Нельзя. — Все будет вам в коллекции тогда. — Что? — Я на каждый буду принимать. — Чего? — Декой завода. — Сейчас, конечно, по новее есть, но это старенькие. Прошлая версия. — Ну давайте обвините. — Мы не берем такие. — Я посмотрел в интернете, что обязаны все принимать украинские гривны. — Ну конечно, по закону. — Ну конечно. — ВТБ вас бы тоже приняли. — Ну конечно. — Да, я знаю. — Я говорю, что никто не обязал. — Это частные гривны. — Они хотят берут, хотят не берут. — Так это же гривны, действующие платежные средства. — Я понимаю. — У меня есть поменьше, только 50. — Ну я так буду срока. — Вот такие еще есть. — Я не спорю, что они настоящие, может, платежные средства, но я не встречала их давно, поэтому не могу показать. — Ну никто не ходит. — Сейчас займет время то, что я пойду проверю, есть будут они лишнюю лакоплата или нет. А человеку или мне придется докладывать свои 100 гривен. — Ну проведу. — Можете проверить, я могу подождать, если что я пока поеду. — Макдональдс отдали, но так. Они прям супер были рады этой сотке. Во время записи этого видео одна бабушка ко мне подошла и вот такой вот диалог у нас состоялся. И смотрите сами дальше. — Помните такие 50 гривен старенькие были? — Да. — Если вы что-то будете покупать, возьмут ли они у вас такие или нет? — Да больше нет, старые уже. Это может в банке поменять. Я спросил, не хочет ли она сама себе что-то купить в магазине, но используя эти деньги. — Я еле хожу, я не могу, извините. — Посмотри, может у меня что-то так я вам дам? Давайте так прям дам. А эту буду сейчас сам тогда пробовать реализовать. — Да, вот вам здоровья и удачи. Большое спасибо. — Давайте бабочка. Настоящее? — Да. — Ну ничего, ничего не брать? — Просто спросил, принимаешься на это или нет. — И что сказали? — Нет. — Надо задавать их вам. — А где, кстати, это? — Там. — Да, там. — Здесь какие-то будет. — Ну главное, что мы на следующем. — Ну всё. — Будет вам коллекция. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Конкретно эту банкноту я разыграю среди тех, кто ставит свой комментарий, он не может быть одним словом. Как только на канале будет 35 тысяч подписчиков. Так что, друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком и поделитесь со своими коллегами и друзьями. Всем пока. — Пока. — До новых встреч. Продолжение следует...